Добрый день, друзья! Сегодня у нас новый обзор. Электрический самокат ETAO Booster Plus S. Собственно, вот он у нас здесь представлен. Ну, наверное, стоит обратить ваше внимание на то, что этот самокат считается новинкой 2018 года. В 2017 году был юбилей в компании ETAO, и они, собственно, к самому юбилею выпустили обновленную версию электрических самокатов. То есть до этого были ETAO Booster, ECO Master. Сейчас вот появилась новая линейка. Это ETAO Booster Plus, ETAO Booster Plus S и ETAO Booster Plus V. То есть чем они отличаются от того, что было раньше, это наличие цветного дисплея и улучшенный контроллер. Показывает пробег, сколько вы проехали, напряжение, батареи насколько разряжены, максимальная скорость. Есть пять режимов по ограничению скорости. В чем особенность улучшенного контроллера? В том, что он стал иметь более лучшие эксплуатационные параметры, и самокат имеет более короткий тормозной путь. Собственно, чем отличается серия Plus от Plus S и Plus V? Соответственно, единственное отличие – это размер аккумуляторной батареи по емкости. То есть серия Booster Plus 33 вольта 6,5 Ач, серия Booster Plus S уже емкости 7,5 Ач, а топовая V – это 10 Ач, 36-10 Ач. То есть если сравнивать с тем, что было год назад, то есть это топовая модель была, это просто ETAO Booster, у него был аккумулятор 33 вольта 6,5 Ач, то есть это то, как сейчас младшая линейка серии Plus. Ну, собственно, давайте расскажу в целом про электрический самокат. Появились вот эти вот светоотражатели, которые на боках находятся. Также вот эта вот дека, она стала не скользящей, скользящей, да, то есть, ну, изменился еще немножко дизайн. Вот, а в остальном, ну, как я уже говорил, цветной дисплей и контроллер, да, все остальное – это тот же самый бустер, ETAO Booster, который, в общем-то, ну, вы, думаю, уже знаете. Так как компания ETAO достаточно известная, популярная, и, ну, думаю, много кто из вас уже слышал про эту фирму. То есть, ну, вкратце, если кто не знает, могу сказать. То есть компания ETAO, она производит электрический самокат, известный на весь мир, выпускает их уже, наверное, где-то более пяти лет. В общем-то, ну, о качестве изготовления электрических самокатов, ну, в общем-то, говорит сам бренд. Надежная. Когда катаемся на самокате, ну, бывают встречаются неровности, кочки всякие, там, такие вещи, которые, в общем-то, ну, отдает вибрации в руль. То есть вот здесь конкретно есть амортизатор, то есть который вот эти вот неровности кочки, он просто будет гасить, да. То есть, конечно, огромные колдобины он не погасит, но это в любом случае достаточно большой такой шаг вперед для того, чтобы вам комфортно передвигаться на нем. То есть, ну вот, еще раз покажу. Передний амортизатор, да, собственно, задний. По поводу тормозной системы, то есть она здесь двойная. То есть есть вот ручка, которая тормозит. Электронный тормоз также можно ногой тормозить. В электрическом самокате есть свет, собственно, вот, думаю, вам видно. Также, ну, в общем-то, задний тоже светится. Ну, в общем-то, если вы едете где-то ночью, в темноте вас заметят на дороге. Также складываются ручки. То есть, да, самокат достаточно мобильный в плане транспортировки, да. То есть он вот так вот складывается аккуратненько. И, в общем-то, можно его взять в руку. Вес его, ну, где-то килограмм 12 плюс-минус. Не знаю, может быть, 12,5 или, ну, не больше точно. Ну, и, собственно, двигаться с ним уже пешком. Но это на тот случай, если он у вас, допустим, разрядится, или вы зашли в какой-нибудь общественный транспорт, ну, где, в общем, на электросамокате не можете передвигаться. Мотор-колесо, он же, в общем-то, мотор установлен, собственно, спереди. Мощность 500 ватт. При такой мощности самокат развивает где-то до 30 км в час. Максимальная грузоподъемность, то есть то, сколько выдерживает электрический самокат. Ну, на картинках в интернете рисуют слона, который становится на самокат. Ну, в общем-то, где-то до 100 кг. То есть больше, честно говоря, не рекомендую, потому что все-таки, ну, когда едете на электрическом самокате, очень хочется, там, не знаю, спрыгнуть с бордюра или еще как-то на нем поэкстремальничать. Ну, и, в общем-то, если у вас большой вес, это может, ну, при каких-то интенсивных нагрузках отразиться на работе самоката. В той же серии он подходит, этот самокат, и для детей, и для подростков, и для взрослых. То есть у него регулируется по высоте руль, подходит для ребенка. То есть, в общем, вот так вот, да, зафиксировали ему, дали, он, будь здоров, будет на нем гонять и кататься. То есть можно чуть повыше, соответственно, ну, там, для подростка. Ну, и для взрослого, там, рост, если у вас побольше, то есть более высокое значение. Собственно, по скорости, я уже говорил, где-то до 30 километров разгоняется. В общем-то, эта скорость, ну, наибольше всего подходит для какого-то прогулочного варианта, для того, чтобы просто ехать, получать удовольствие, там, или, допустим, вы хотите на работу доехать, на электрическом самокате, это, в общем-то, офигенно. Также могу заметить то, что здесь есть ограничение по скорости. То есть, если вы, допустим, родители, покупаете электрический самокат для своего чада и переживаете за безопасность, есть пять режимов по ограничению скорости. То есть, первый, там, он не больше 6 километров в час, ну, и, соответственно, до 30. То есть, там, вот, градация их 5, этих значений. В общем-то, также это хорошая такая примочка для переживающих родителей, которые беспокоятся, что, там, вы вышли с ребенком на прогулку, а ваш ребенок от вас уедет куда-то. В общем-то, не уедет, если поставить ограничение по скорости. Осталось только прийти к нам в магазин, попробовать электрический самокат и, в общем-то, поделиться своими впечатлениями. А если вам понравится, купите его. Будем рады, если вы приобретете даже не такой самокат, а какой-нибудь другой у нас в магазине. Самое главное, чтобы это видео вам осталось, ну, было вам полезным. То есть, ставьте лайки, пишите комментарии, приезжайте в магазин, звоните нам. Будем рады ответить на все ваши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.